Принудительную психиатрическую госпитализацию создательницы скандально известного приюда Тузик и Мурзик попытались провести с привлечением всех возможных спецслужб. Неожиданный разворот в деле приюта, который зоозащитники считают концлагерем для животных. На шести сотках в обычном частном доме в Ленинском районе размещены порядка трехсот собак и сотни кошек. Они сидят в клетках в три этажа. Многие животные истощены. Соседи уже много лет пытаются добиться закрытия нелегального приюта. Есть даже решения суда, которые не исполняются. Сейчас этой темой занимаются зоозащитники. И вот выяснилось, что создательница этого приюта является психически больной и уже лет 15, как признанно, недееспособной. Врач принял решение о принудительной госпитализации, так как появилась угроза для окружающих. Соседи нам позвонили, сказали, что она тут уже кричит. Я и себя взорву, и собак взорву. Проще застрелиться и взорвать себя вместе с кошками и собаками. Это она писала в своей группе приюта Тузики и Мурзики. Я и себя сожгу, и всех собак сожгу. Это вот ее заявление. Мы давно знаем, что она больная, что она как психически ненормальная. С таким диагнозом, то есть вот что она развела. То есть вот у нее 300 собак там голодают, умирают. Просто если выстраивать логическую цепочку, для чего нужно столько собак, если тебе их нечем кормить. То есть это человек неадекватный, это неадекватные действия. Есть решение суда, которое, чтобы ее снести, она никого не пускает. И лечебницы здесь были, и телевидение были. И кто тут только не был, но в ВОЗ поныне так, мы уже и не знаем, что дальше делать. Я вот не знаю, что вообще все ждут, все комитеты, когда что-то сдетонируют, или взорвется дом, или эпидемия бешенства случится, чтобы начали все принимать какие-то меры. Сейчас психиатр вынес заключение на фоне всего происходящего о том, что у нее наблюдается обострение. То есть человек опасен не только для животных, но и для людей в том поселке, в той части города, в которой она проживает. Вызвали почему полицию и МЧС, потому что она не открывает, мы сами ломиться туда не можем. Вот сейчас вам обеспечит доступ, как-то я надеюсь. Нам сообщили, что сюда приедет Горгаз, чтобы перекрыть газ, потому что соседи говорят, что она тут пугает их все взрывами дома. А мы, как волонтеры, сюда подъехали, чтобы помочь хотя бы забрать собак. Газ у него в доме. А где их дом? Дом вот и стоит. А на вход где? Вот. Дом закрытый. А попадать как? Отключать. Вы меня опустите, пожалуйста. Я что? Я замначальника отдела полиции номер 3 Ленинского района. Кроме меня никто не зайдет. Вы опустите меня, пожалуйста. Сейчас подруга подъедет, подождите. Пять минут. Добрый день. Вы подруги, да? Да. Я замначальника. Сейчас я съеду. Свет, я все приехала, можно открывать. Сюда пройдет, только с отводом и памятником. Все, вошли не кем-то. Открывайте. Хотела бы спросить тех, кто сюда приехал кого-то изымать и чего-то изымать. Это частная собственность. Никого и ничего отсюда изымать не могут без решения или постановления суда. Вы хотели нас сейчас забрать, чтобы сотрудники ее вступили? Это не решение суда. Вот принесите сюда решение суда, и тогда другое дело. Так а что еще требуется, чтобы никуда попасть сюда? А почему до сих пор мы не можем попасть в Светлане? Я так понимаю, уже есть же направление принудительную госпитализацию. Что происходит у вас? Человек диагнозом? В чем проблема заключается? Это нормально? Пока что милиция остается непосредственно. А почему? А я не знаю. Есть направление у сосудов врача. А то что? На госпитализацию. Мне это не дают пока. Честно, мы шокированы, что у нее такой диагноз, и она еще является судьей РКФ. Как вообще таких людей с таким диагнозом допускают до этого? Ведет суддейство кинологических мероприятий, сдает такие нормативы, принимает, как защитно-караульная служба. Это подготовка собак служебных пород, в том числе и ВВД. Только что сотрудники полиции вошли внутрь вместе с газовой службой. Я обратилась к скорой помощи, почему они не зашли, если у них есть направление на госпитализацию. Ответили сотрудники скорой помощи, что приехавший подполковник не дает доступа туда внутрь. Согласно закону, часть 3 статьи 30, мы видим, что сотрудники полиции обязаны содействовать помещению человека на принудительное лечение, если есть на то заключение психиатра. К сожалению, такого содействия не происходит. Скажите, пожалуйста, а почему вы препятствуете принудительной госпитализации человека? Если по закону, вы обязаны, наоборот, помочь в этом. Что происходит? Почему вы препятствуете тому, чтобы медицинские работники прошли в дом? Вы как-то можете нам это объяснить? Вы сотрудник полиции, вы наоборот, должны поспособиться. Без комментариев, все комментарии, короче, в пресс-службе ОМВД и ОМВД. А я не хочу, Максим Мурат Махмур, замначальника. Я не хочу отвечать на ваши вопросы, комментарии дают только пресс-службы ОМВД и ОМВД. Абсолютно ничего, с ним взял объяснительный сотрудник полиции. Должны были медицинские работники сегодня забрать Светлану на принудительное лечение. Сотрудники полиции почему-то этому воспрепятствовали? Должно быть решение суда. Какое решение суда, если есть направление на принудительное решение на лечение? О чем вы говорите? Суд. В нынешнее время все это делается через суд. Сейчас зашел подполковник, вышел оттуда и сказал, что я посмотрела собаку, они в хорошем состоянии, я посмотрела самого, я считаю ее адекватной, я не вижу никаких оснований. Ну не может такое быть. Ну как это вообще? И психиатры, и все. Ну не может такое быть. Мы будем подавать вышестоящим. Это в прокуратуру. Кстати, в пресс-службе ОМВД Нижегородской области сообщили, что проводить принудительную госпитализацию права не имели. Согласно законодательству, предписания психиатра для этого недостаточно. Должно быть еще решение суда, а его нет. Продолжение следует...